За подписью руководителя страны вышел еще один важный документ. Указ о дальнейшем совершенствовании системы материальной поддержки нуждающихся в социальной защите категории населения. Так, с 1 марта этого года все льготные категории граждан, вне зависимости от того, работают они, получают пенсию или нет, имеют право на получение компенсации. Вводится также пособие для одиноких людей, которые нуждаются в постороннем уходе. Комментарий программы раскроет все детали. Социальная политика сосредоточена в области социального развития и социального обеспечения. Это система проводимых государством мероприятий, направленных на улучшение качества и уровня жизни определенных социальных групп, а также сферы изучения вопросов, касающихся такой политики, включая исторические, экономические, политические, социоправовые и социологические аспекты. Говоря о защитных функциях, мы в первую очередь подразумеваем оказание помощи населению, нуждающемуся в поддержке, как морального, так и в особенности материального характера. Это в полной мере относится к указу президента о дальнейшем совершенствовании системы материальной поддержки нуждающихся в социальной защите категории населения. Заметим, что на сегодняшний день гражданам пяти социальных категорий на частичное покрытие расходов на жилищно-коммунальные услуги, а это почти 70 тысяч граждан, выплачивается компенсация в размере от 72 до 144 тысяч суммов. В данные категории входят участники войны 1945-х годов, инвалиды войны и приравненные к ним лица, к примеру, воины-интернационалисты, миротворцы. Также это одинокие пенсионеры, нуждающиеся в уходе, узники концлагерей, пострадавшие при аварии на Чернобыльской атомной электростанции, проходившие военную службу на ядерных и радиационных объектах, участники Трудового фронта войны 1941-1945 годов. В то же время компенсация выплачивалась только работающим и пенсионерам. Те же, кто попадал под эту категорию, но не имел постоянного дохода, пособия не получал. С целью повышения доходов социально уязвимых слоев населения с 1 марта 2022 года. Все льготные категории граждан, вне зависимости от того, работают они, получают пенсию или нет, имеют право на получение компенсации. Плюс 130 тысяч суммов. Всего дополнительно в орбиту социальной защиты попадут еще около 30 тысяч человек. Согласно указу президента республики Узбекистан, компенсационные выплаты будут выплачиваться, независимо от того, работает человек или нет, получают пенсию или не получают пенсию. Тем категориям лиц, которые будут иметь право, они могут обращаться в пенсионный фонд за назначением компенсационных выплат. Предусмотрена компенсационная выплата одиноким пенсионерам, получающим социальное пособие в размере 45% базовой величины счисления пенсии. Будет внедрена дополнительная выплата лицам, получающим пособие в возрасте 100 и более лет. Скажем, по данным общества воинов-ветеранов и инвалидов-ветеран, свыше 28 тысячам участникам войны в Афганистане не выплачивается компенсация. Теперь этот вопрос решен раз и навсегда. Мы очень благодарны руководству республики Узбекистан за оказывание знака внимания. Ознакомились с указом президента о том, что воинам, в том числе воинам-интернационалистам, которые по состоянию здоровья не работали, не получали пенсии. Ну вот и свершилось, как говорится, что и не работающие наши, не пенсионеры даже, потому что по состоянию здоровья они не могут работать. И они тоже будут получать компенсационные выплаты. Это очень радостное событие. Вводится также пособие для одиноких людей, которые нуждаются в постороннем уходе. До этого, заметьте, выплаты предоставлялись пенсионерам, нуждавшимся в уходе. Тем, кто достиг столетнего возраста или перешагнул вековой рубеж, ежемесячно будет дополнительно выплачиваться компенсация в размере 289 тысяч сумм. Со стороны государства уделяется большое внимание гражданам пенсионного возраста. Стоит отметить, что нас очень обрадовал подписанный главой государства документ. Министерство по поддержке Махали и семьи работает непосредственно с Махалей. Наша задача – это выявить и доставить помощь как одиноким, пенсионерам, так и нуждающимся в помощи людям. На нас большая ответственность, чтобы каждый, кто попал в определенную категорию, получил компенсационную финансовую помощь. Всего благодаря реализации данного документа число людей, охваченных компенсационными и дополнительными выплатами, составит без малого 100 тысяч человек.